Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Неувидаемая слава! Баба Капа такая умница! У нее золотые руки! Да, блинчики обалденные! Какая Баба Капа мастерица! Теперь она самая популярная в нашем лесу! Я не понял, почему сегодня все только о Капе и говорят? Подумаешь, блинов напекла! Мы еще круче можем приготовить! Ага, пойдем, есть идея! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах, что это? Какой необычный сорняк! Сейчас схожу за пилой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, теперь можно дальше веселиться! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот трава! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 и подходите с новой шляпки Ой! Я без ума от ваших шляпок! И почему мы их раньше не носили? Какой я герой в этой фуражке? Вы теперь самые главные по моде в нашем лесу! Ага! Мода! Вот что нам нужно! Ага! Это уже серьезно! Нужно что-то решать! Если мы их не остановим, они погубят лес! Идем, Корнею, за экскаватором! Приглашаем всех в наш шляпный салон! Вупсень и пупсень, не до вас сейчас! Плакала наша известность! Пойдем с горя наедимся! О! Какая-то новая трава выросла! Вкусная, наверное! Ха-ха! Ну... Ага! 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 Эх... О! О! Да! Ага! А что, всё уже кончилось? Вупсень, Пупсень, вы просто гений! Как вы умеете так быстро есть? И почему мы раньше не ценили Вупсеня и Пупсеня? А теперь они герои леса! Вот она, известность! Так Вупсень с Пупсенем прославились там, где и сами этого не ожидали! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Бабули! Ура! Бабуля Музя приехала! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Бабуля, знакомься! Это Лунтик! Очень приятно! Вот, внучек, я тебе гостинцев принесла и Лунтика угости! Спасибо! Спасибо, бабуля! Ого! Бабуля Сьюзя приехала! Здравствуйте! Опять ты, Музя, внучка сладостями закармливаешь? Отдай! Узя такой худенький, ему надо лучше питаться! Не худенький, а стройный и подтянутый! Движение – это жизнь! Подержи-ка! Бабули, осмотрите, чему я научился! Опа! Ты не ушибся? Идите сюда! Здесь такой обзор! Это же так опасно! Больше так не делай! Кузя, не слушай бабушку Музю, а то вырастешь хлюбиком! Ну, началось! Слезай немедленно, пока голова не закружилась! Займись лучше искусством! Бабушки, не спорьте! Пойдемте лучше к пруду! Мы с Кузей там такой замок выстроили! Правда-правда! Прекраснейший замок! Сама высоты боишься? И из внука хочешь трусишку вырастить! А вот и неправда! Вот, неплохо, правда? Какая красота! Ой, башенка рассыпалась! Надо поправить! Кузя, не трогай песок, там микробы! Из-за каких-то микробов ты лишаешь ребенка творчества! Вот так, в всякий раз! Надо бабушек помирить! Было бы здорово! Ну, как? Излишняя опека вредит ребенку! Баба Музя! Баба Сьюзя! А где Кузя? И правда, а где Кузя? Кузя! 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 Мне кажется, его похитили! Как похитили? Кто похитил? Смотрите, здесь Кузин мяч и чужие следы! Нам туда! Кузя, держись! Мы идем к тебе на помощь! Видите? Фантик! Нам туда! Это же от моей конфетки! Вперед! За мной! У меня не получится! Я высоты боюсь! Получится! О, я высота! Ой! Помогите! Сьюзя! Прыгай на берег! Нам точно не туда! Туда, туда! Вон! На ветке скакалка! О! Это же мой подарок внуку! Фу! Грязно! Бррр! Сплошные микробы! Эй! Старушка! Садись! Поехали! Куда ты? Ты же высоты боишься! Здесь обзор хороший! Кузя, пора! Спасите! Помогите! Нам туда! Помогите! Спасите! Помогите! Кузя! Внучек! Вот ты где! Кто? Кто тебя похитил? Не знаю! Я из-за колокольчика ничего не видел! А веревка-то еле держится! Присядь! Какой же ты, Кузенька, хилый! На, съешь пирожок! Он вкусный! Спасибо! Надо спортом заниматься! И хорошо кушать! Ха-ха-ха-ха! Я знаю! Лунтик, куда же ты подевался? Я... На, вот, съешь пирожок! Спасибо! После такого приключения, бабули подружились и больше не спорили, чьи методы воспитания лучше. Ведь каждая из них по-своему оказалась права. Доброе воспитание! Кузя, 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 стой, подожди! Кузя, ну дай покататься! Это же мой скейт! И вы только что катались! Не хочешь так отдать? Мы у тебя этот скейт отнимем! Пупсень! Пупсень! А давайте... Мы Кузю так никогда не догоним! Не вешай нос! Будем нападать из засады! Ой! О, Кузя, привет! Ты гусениц не видел? Привет! Только что гнались за мной, а теперь куда-то пропали. А зачем тебе эти забияки? Хочу дать им скейт покататься. Да ты что? Этим врединам скейт! О, смотри! У Лунтика тоже скейт! Придумал! Я их отвлеку, а ты подкрадешься с той стороны и схватишь скейт Лунтика. Ага! Ну ты даешь! Видите ли, им не на чем кататься! Кузя, если все время ссориться, то и будут ссоры. А если относиться по-доброму, то... Ха-ха-ха! Лунтик, ну какой же ты наивный! Ой, Пупсень, здорово, что ты пришел! Привет! Не знаете, какая сегодня вечером погода будет? Хорошая погода! А что? Ах! А ну стой! Догоняй его, Лунтик! Кузя, не надо! Как не надо? Они же тебя обманули! А ты говоришь, по-доброму относиться! Видишь? Они же не знали, что я им этот скейт отдать хотел. Давай еще раз попробуем. Может, они станут хорошими? Что? Еще один скейт дадим? Ну уж нет! Кузя, ну пожалуйста! Ладно, давай попробуем. Сам и убедишься, гусениц так не исправить. Так не честно! Ты уже с четвертой горки съезжаешь, а мне не даешь! Пупсень, Пупсень! Они у нас скейт хотят отнять! Бежим! Подождите! Мы вам второй скейт хотим дать! Слушай их больше! Это они нас заманивают! Предупреждаю! Мы без боя не сдадимся! А мы и не хотим с вами драться! Вот, катайтесь! Вас же двое, а скейт один! Пойдем, Кузя? Тут что-то не так! Может, они нам сломанный подсунули, чтобы мы упали? Да нет, вроде целый. Это что же получается? Мы у них скейта отбираем, а они нам еще дарят! Это же здорово! Пошли у них еще что-нибудь отберем! Подожди! Как-то нехорошо получается! Они нам добро делают, а мы им только зло! Хм! И правда нехорошо! Выходит, что мы плохие? Я не хочу быть плохим! Хочу быть хорошим! Как Лунтик! Ха-ха-ха-ха-ха! Да не реви ты! Давай им тоже что-нибудь доброе сделаем! Давай! Вот увидишь! Эти вредины, какими были, такими и остались! Только зря скейты им отдали! Эй, малышня! Мы вам тут цветочков принесли! Куда сажать-то? Ух ты! Какие красивые! Спасибо! Гусеницы подарили Лунтику и Кузе очень редкие и красивые цветы. Ведь поступать плохо уже совсем не хочется, если к тебе относятся по-доброму. Вот видишь, Кузя, как все хорошо получилось! Да! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Красивая Клава Клава! Клава! Кошмар! Это чудовищно! Просто ужасающе чудовищно! Безобразное поведение! Да, Клава! Безобразная! Совершенно безобразно! Клава безобразная? Клава безобразная! Как ты изумительно летаешь! А ты так обворожительно порхаешь! Какие мы все-таки изящные и красивые! Лава безобразная! Что? Аааа! Аааа! Клава безобразная! Ак! Ааа! Ааа! Клава безобразная! Аааа! Ааа! Клава! Красивая! Клава... Ааа! Лава чудище Мила, этот цветочек подойдет? Конечно, пчеленок, это очень красивый цветочек Мила, ты тоже очень красивая Лава чудище Мила, как мила Помогите! Ужас! Вау, ужас Вот в былые времена, многоуважаемый Пискарь Иванович Я могла кружиться в вальсе, как пушинка, подгоняемая ветром Несравненно Вы и по сей день образец элегантности и очарования Благодарю вас, любезнейший Буду, как тетя Мотя Клава красивая Клава 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 Это не планас Так Клава поняла, что она очень красивая жаба Изящная жаба Образец элегантности и очарования Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Сладкая вата Дядя Корней сказал, что все просто Крутим ручку Нажимаем на кнопку Бросаем пыльцу Кажется, получилось Попробуй-ка И мне, и мне Сейчас, сейчас Ммм, вкуснотища А можно еще? И нам И мы тоже хотим Пыльца закончилась Вы прогуляйтесь, соберите еще А я пока по делам слетаю А давайте устроим праздник И угостим всех детей Надо собрать много-много пыльцы Да, чтоб получилось много-много ваты А я больше всех пыльцей соберу У меня самая большая корзина Ой, корзина Я же корзину забыл Идите, я вас догоню О, там осталось еще немножко ваты А Лунтик, ты дома? Ой, Кузя, привет А где Лунтик? А это что? Это машина, чтобы делать сладкую вату А Лунтик и все остальные Собирают для нее пыльцу Ух ты, здорово А ты почему не собираешь пыльцу? А я за корзинкой вернулся Пойдем с нами? Пойдем Сладкая вата Это, наверное, так вкусно? Да, очень Я сейчас отнесу корзину и опять вернусь Кузя Ты что, один? А где остальные ребята? Я, 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 я пыльцу принес Я первый корзинку набрал И сейчас опять пойду Молодец, Кузя Но, думаю, вместе с тем, что соберут ребята Будет достаточно А вот, кажется, и они Мы набрали столько пыльцы У нас будет столько гостей Ну что ж, можно начинать Странно Ой, не работает Как же так? Мы с Вупсенем по две корзинки набрали Она не может не работать Нужно позвать Корней Корнеевича Наверняка он сможет ее починить Хорошо, сбегайте за дядей Корнеем, а я поставлю чай Ничего не понимаю Вроде бы все исправно А не работает Ребята, никто из вас не трогал машинку? Да не трогали мы Да, нас вообще здесь не было Да, мы все вместе собирали пыльцу И за вами бегали тоже все вместе Что ж, придется взять ее домой Разберу, посмотрю Ох, ну вот Собирали, собирали пыльцу Не уходите Это я сломал машинку Я уронил туда ложку Кто ж просил тебя ложку туда совать? Я же нечаянно Я хотел по стенкам собрать остатки ваты Что же ты сразу не сказал? Я думал, что сам достану И никто не узнает Получается, ты знал, что машинка сломана? И молчал Простите меня Я виноват Ну ладно, ребята Не будем ругать Кузю Он сам все понял А дядя Корней уже починил машинку Ложка попала в пружину Поэтому и не работала Но теперь все в порядке Ура! Ура! Любую ошибку можно исправить Главное не бояться отвечать за свои поступки Однажды на луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на землю Где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Какая прилипчивая краска! Прямо как клей Ничего, скоро она высохнет и перестанет прилипать Зато представляешь, какой красивый парус у нас будет Ребята, обед готов Сейчас придем, бабуля Только парус докрасим А что у вас сегодня на обед? Грибной суп А на десерт брусничный торт Не задерживайтесь Брусничный торт! Я его просто обожаю! Лунтик, может быть потом докрасим? Можно и потом Только надо убрать здесь Чтобы никто не запачкался Да кто здесь может запачкаться? Здесь никто не ходит в это время Пошли! Быстро пообедаем И сразу же вернемся! Парус Красиво! Апхи! 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 Раз-два 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 Абхи! Ааа! Ааа! Папхи! Это лучшие семена Из них должны вырасти самые большие И самые вкусные овщи Апхи! 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 А-аа! А-а-а! А-а-а-а! Аа-а-а! Что это с ней? Похоже, она в чём-то запуталась и ничего не видит. Надо помочь Клаве! Клава, стой! Мы снимем с тебя эту тряпку! Клава, остановись! Подожди! Спасибо, Капочка. Очень вкусно. На здоровье, Шершуля. Баба Капа, а можно мне ещё кусочек брусничного торта? Конечно, угощайся, Кузя. О, что это такое? Что случилось, Шершуля? Там происходит что-то странное. Дедуля, дай посмотреть. Кузя! Клава приклеилась к нашему парусу! Что? Она же его испортит! Кузя, это мы виноваты. Надо было дождаться, пока краска высохнет и всё убрать. Мне просто очень хотелось поскорее съесть брусничный торт. Бежим скорее. Надо освободить Клаву. Стой! Клава! Остановись! Как нам снять с тебя эту тряпку, если ты всё время скачешь? Клава! Стой! Как же нам её остановить? Бедная Клава. Клапши! Сил больше нет, за ней гоняться. Никак. Эту тряпку с неё не снять. Лунтик? Ты куда? Стой! Клапши! Клава, остановись! Это я, Лунтик, твой друг! Ага! Клава! Клавочка! Прости нас, пожалуйста. Это мы не убрали липкий парус. Мы его красили и так оставили. Это мы виноваты, что ты приклеилась. Красиво! Парусник вышел просто замечательный. А Лунтик и Кузя с тех пор всегда старались убирать за собой. Ура! Вперёд! Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Карусель. Ну вот. Плавунцы опять разыгрались. Теперь целый день никакого покоя от них не будет. Ах, проказники! А ну, остановитесь! Тётя Мотя, вы не видели мой мяч? Его плавунцы утащили. Плавунцы опять проказничают. Тётя Мотя, Лунтик, берегитесь! А-а-а! 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 Это безобразие! Так вести себя нельзя! Я обязательно поговорю с ними. Они снова плывут сюда. А-а-а! Скорее в дом! Как вам не стыдно так себя вести? От этих сорванцов никакого спасения. Если начинают резвиться, их не остановить. Я в молодости тоже любила побегать. Но при этом никого не пугала и ничего не разрушала. Даже не знаю, что может удержать их на одном месте. Вот это! Они должны выучить все правила поведения. Может быть, их чем-нибудь заинтересовать? Например, построить для них карусель. Все дети любят кататься на каруселях. А я считаю, что плавунцов может изменить только строгая дисциплина. Ладно, не спойте. Попробуем оба способа. Вы, тётя Мотя, попытаетесь их перевоспитать. А мы с Лунтиком построим детскую карусель. Посмотрим, что на них больше подействует. Как вам не стыдно? Так нельзя себя вести. Подождите! Вот, принимайте работу. Это для вас карусель. Кто хочет кататься, пожалуйста, садитесь. Интересно, понравится им наша карусель или нет? С тех пор плавунцы перестали всех беспокоить. Ведь теперь они целый день катаются на этой чудесной карусели. Ой, и плавунцам весело, и нам спокойно. А всё-таки Лунтик был прав. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Лунтик, это ты так громко свистишь. Ага. У меня теперь есть свисток. Мы с друзьями будем делать под него зарядку. Ой. Хе-хе-хе. Какая-то ерунда. Дай я попробую. Отдайте, пожалуйста. У меня получилось. А у тебя нет. Дай-ка мне. Нет уж. Это я понял, как свистеть. Значит, он мой. Попался. Эй, где свисток? Не знаю. Ой. Он там. Ой-ой-ой. Мне теперь никакой свисток не нужен. Я и сам могу. Пупсень, у меня от твоего свиста уже голова болит. Выплёвывай, свисток. Завидуешь? Сам-то так не можешь. Ну и свисти тут один. Ну и буду. Найду тех, кому мой свисток понравится. Раз, два. Раз, два. Со свистком было бы интереснее. Кому тут свисток нужен? Я за него. Пупсень, а где же сам свисток? У меня внутри. Давайте, делайте зарядку, а я буду свистеть. Бегом. Марш. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Остановились. Теперь прыжки. Раз, два. Раз, два. Два, два, два. Раз, два. Ой. Мне такая зарядка не нравится. Я ухожу. Да уж. Может, кому-то такой свисток нужен, но только не мне. Ну и идите. Лунтик, ты наверняка знаешь, кому ещё может свисток пригодиться. Веди меня. Здравствуйте. Можно Пупси немного побудет регулировщиком? У него свисток есть. Ладно. Только ничего лишнего не свистеть. Только раз и два. Понятно, понятно. Давай палку. Раз. Два. Раз, два. И что? Это всё? Скука какая-то. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Палку туда, палку сюда. Надоело. Извините, пожалуйста. Пупсень! Я буду играть на фельдже, а ты будешь мне подсвистывать в такт. Понял? Да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Кому мы свист не нужен? Небось завидуют. Можно не свистеть? Мы тут отдыхаем. Я не свищу, а говорю. Может, ты поговоришь в другом месте? Я так хотел в тишине отдохнуть. Где же мне разговаривать? Хватит свистеть! Ой, Пупсень, лучше пойдём отсюда, а то мы всем мешаем. Все меня прогоняют! Я так не хочу! Лунтик, сделай что-нибудь! Но что? Я не знаю, как вытащить свисток. А-а-а! Кому я теперь? Такой и нужен! Пупсень, опять ты! Да чего же надоел твой свист? Хватит свистеть! Ой, свисток! Ой, я говорю! Ура! Пупсень, если б не ты... Пупсень! Да ну тебя! Подожди! Извини, Лунтик, что со свистком так вышло! Вупсень! Оказывается, всё хорошо в меру. Свисток – отличная игрушка. Но если кто-то свистит непрерывно, это может надоесть окружающим. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Та-та! Та-та-та-та-та-та! Рыбки спят в пруду! Спят! Нет, опять не тарифа! Солнце! Рыбки! Цветочки, листочки! Всё! Нужно лечь спать! Завтра допишу! Бессонница Спят цветочки и листочки. О, точно! Спят цветочки и листочки. Спят цветочки и листочки. А дальше? Нет, я так никогда не усну. Пойду спать на свежий воздух. Я сплю, я сплю. Да не сплю я совсем. Главное глубоко дышать. Спокойной ночи, дядя Шнюк. А? Спокойной ночи, Лунтик. Дядя Шнюк, у вас голова болит? Голова? А, и это, просто никак не могу уснуть. У меня бессонница. Дядя Шнюк, подождите! У деда тоже бессонница бывает. И что же он делает? Сначала нужно удобно расположиться. А теперь деда обычно считает звёзды. Нужно насчитать сто звёзд. Но деда засыпает раньше. Попробую. Эээ, а где же звёзды? Ой. Сегодня почему-то нет звёзд. Эээ, но, но можно считать лунтиков. Что? Один лунтик. Два лунтика. Три лунтика. Четыре лунтика. Пять лунтиков. Пять лунтиков. Шесть лунтиков. Семь лунтиков. Три лунтиков. Три лунтиков. Семь лунтиков. Девять лунтиков. Шесть. Три лунтиков. за девять третий пять пять листочки и цветочки только я не сплю я думал вы уже уснули нет, тик-так я никогда не ушну у меня в глазах хрипит дядюшню, значит нужно считать кого-нибудь воображаемого кого воображаемого? ну например, муравьёв где ты видишь муравьёв? закройте глаза и представьте что мимо вас идут муравьи один, два, три считайте их четыре, пять сорок восемь сорок девять пятьдесят о, придумал так, ага вот-вот ага, вот-вот забыл дядюшнюк вы придумали как уснуть? нет, лунтик, ничего я не придумал а я придумал сначала ложитесь в кровать ай, долежал я уже в кровати меня бабуля всегда так спать укладывает сейчас я вас укрою ручки под щёчку глазки закрывайте баю-баюшки баю ах тебе песенку спою спите пчёлки в улье сладко пока чаю вас в кроватках а, точно пчёлки в улье в сотах в сотах спят в кроватках о, в кроватках точно, в кроватках ну вот я не помог уснуть дядюшнюку лунтик спасибо тебе ты подсказал мне рифму для стиха я не мог дописать его два дня и уснуть из-за этого не мог послушай, как хорошо получилось солнце спит за горизонтом рыбки спят в пруду спят цветочки и листочки только я не сплю пчёлы в улье в сотах спят бабочки в кроватках закрываются глаза буду спать я сладкая лунтик хотя и утомился но был доволен теперь его сон будет таким же крепким и сладким как и у дяди шнюка однажды на луне родился необычный малыш я родился и случилось так что он попал на землю где нашёл много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем плакса ну вот настоящий праздничный пирог Мила, тебя кто-то обидел? сейчас мы ему покажем никто куличик сломался не плачь, мы другой построим не хочу я больше куличики лепить тогда давайте блинчики пускать три, четыре ну ну мила, давай ну вот мой камушек сразу утонул не расстраивайся это же игра не хочу я играть есть идея пошли землянику искать мила, вот увидишь ты самую большую ягодку найдёшь здесь нет и здесь нет здесь тоже нет ягодку а вдруг мила не найдёт ягодку опять будет плакать надо что-то придумать чтобы она не плакала а может нам тоже плакать? как это? понарошку а мила станет нас утешать и сама не будет плакать это ты здорово придумал нет здесь никаких ягод А-а-а! 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 Вы что?! А-а-а! Я ягодку не нашёл! А-а-а! Я тоже! А-а-а! Может, когда в мячик поиграем? А-а-а-а! Я промазал! А-а-а-а! А-а-а-а! Я такой неловкий! А-а-а-а! Посмотрите, я тоже не могу попасть в корзину! Ой! А-а-а-а! 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 А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Здесь очень неудобно сидеть! А мне очень высоко! А-а-а-а-а-а! Ну всё, хватит, мне это надоело Нельзя же плакать из-за каждого пустяка Вот я же никогда не плачу по пустякам Чего это вы улыбаетесь? Мила, всё это время мы притворялись, что плачем Что? Мы делали это для того, чтобы ты нас утешала, а сама не плакала Значит, это не вы, а я, Плакса? Ой Вот так Лунтик и Кузя отучили Милу плакать по пустякам И самое главное, сделали это весело и не обидно Кузя отучили Милу плакать по пустякам Кузя отучили Милу плакать по пустякам